Пекин снабдит бонус Айры с деньгами и технологиями. Рисунок к статье. Своими шутками в Twitter. Кристина Фернандес-Декершнер вряд ли расстроилась и Цзиньпина. Фото. Reuters. Вчера завершился третий за 8 лет визит главы Аргентины Кристины Фернандес-Декершнер в Пекин, в ходе которого было подписано 15 соглашений о сотрудничестве в целом ряде областей. Тем временем в Аргентине разгорается скандал из-за китайской шутки президента. Он разразился в момент, когда к Киршнерой так приковано пристальное внимание в связи с загадочной смертью прокурора Альберта Нисмана, обвинявшего президента в заговоре с Ираном. О важности отношения Аргентины с Китаем свидетельствует уже тот факт, что ее президент приехала в Поднебесную вопреки настоятельным рекомендациям врачей не отправляться в дальний путь из-за травмы стопы. Но в условиях противоборства с кредиторами, которых в Аргентине называют не иначе как стервятниками, и поиска источника инвестиций в энергетику и промышленность визит в Китай рассматривался как жизненно необходимый для страны. Программа визита оказалась чрезвычайно насыщенной. 3 февраля Киршнер провела переговоры с главами китайских банков ICBC и Exxon Bank, а также руководством сразу 30 государственных и частных компаний. В своем микроблоге в Twitter Киршнер написала, что встреча прошла прекрасно и она поражена уровнем знаний об Аргентине, о ее бизнес-возможностях, которые продемонстрировали китайские предприниматели. Учитывая их убежденность в перспективах инвестиций, можно ожидать, что Китай поднимется с нынешней, третьей, на более высокую ступень среди иностранных инвесторов в Аргентине. В среду Киршнер выступила на бизнес-форуме в пекинском отеле Шамгрила, на который собрались 102 предпринимателя из Аргентины и более 500 из Китая. И вот здесь она допустила оплошенность, опубликовала очередную запись в Twitter, которая многим показалась оскорбительной и даже расистской. Как пишет газета Nasheen, Киршнер неудачно сымитировала китайский акцент, заменив в испанских словах букву «Р», которая произносится твердо и раскатисто, на мягкую «Л». Само же послание выглядело примерно так – более тысячи участников на мероприятии. Они что, все из «Кампыла», «Кампура» – проправительственная аргентинская молодежная организация, участники которой присутствуют на всех массовых акциях властей. НГ? Они что, пришлись сюда только с тем, чтобы получить лис, рис? НГ? И нефть? В оригинале твита минус «Петлолио» и скаженное испанское «Петролио». НГ? Если сторонники президента отнеслись к записи как к шутке, то многие критики назвали подобный поступок неподобающим. Спустя некоторое время Киршнер опубликовала новый твит, в котором частично извинилась за случившееся. А далее последовала встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. В присутствии лидеров обеих стран было подписано 15 соглашений в области энергетики, разработки полезных ископаемых, в частности калей-лития, космических исследований, информационных технологий, финансов и визовых вопросов. Соглашение о строительстве по китайской технологии третьего блока АЭС Киршнер назвала воротами для углубления стратегических отношений между двумя странами. В общем, Буэнос-Айрес и Пекин подтвердили, что верны букве договора о стратегическом партнерстве, который был заключен в июле 2014 года в ходе визита в Аргентину председателя Си. Тогда же были подписаны 20 соглашений на общую сумму 18 миллиардов долл. Среди них – о строительстве ГЭС Нестер Керчна и Хоргей Сеперник в провинции Санта-Круз. Теперь благодаря видеосвязи Киршнер приняла участие в церемонии, посвященной началу строительства обеих ГЭС. На их сооружение консорциум китайских банков выделит первый транш в размере 287 миллионов долл. Результат визита Киршнер в Пекин – еще одно свидетельство того, что Китай все больше позиционирует себя в качестве альтернативного экономического, финансового и технологического центра, обратиться за помощью к которому могут все обиженные страны, начиная с России и кончая Аргентиной. Минус сказал в BCDS, заместитель директора Института Латинской Америки Ран Борис Мартынов. Пекин, например, помог Буэнос-Айресу стабилизировать ПИСО, заключив соглашение о валютных свопах. На вопрос, не конкурирует ли Китай с Россией в Аргентине в таких областях, как энергетика, в том числе атомная, добывающая промышленность или транспорт, Мартынов ответил, наряду с Китаем Аргентина сделала ставку на стратегическое партнерство с Россией. Этот курс был подтвержден во время прошлогоднего визита Владимира Путина в Буэнос-Айрес. Однако бизнес в России очень долго раскачивается и считает, что Латинская Америка от нас слишком далеко. От Китая Аргентина тоже не очень близко, но у китайцев есть острая заинтересованность в сырье и энергоносителях, не говоря уже о финансовых возможностях. Если китайцы предлагают аргентинцам лучшие цены и условия, почему в Аргентине должны выбирать наши? Минус продолжил эксперт. Именно этим можно объяснить, что участвовать в сооружении нового блока АЭС будут китайцы, а не Росатом, хотя шансы у нашей компании были весьма высокими. Китай – единственная страна, которая сейчас может обеспечить нам ликвидные фонды и гарантировать осуществление долгосрочных проектов, Минус заявил СМИ член аргентинской делегации. Вчера президент и сопровождавшие ее министры, губернаторы и бизнесмены вернулись в Буэнос-Айрес. И если теперь в активе у Киршнера отношения с Пекином, которые переживают период расцвета, то ее пребывание в столичной резиденции Розовый дворец будут омрачать подозрения в причастности к загадочной смерти в январе прокурора Альберта Нисмана. Напомним, что Нисман в течение 10 лет расследовал теракт в еврейском центре Буэнос-Айреса в 1994 году и собрал доказательства того, что его якобы финансировали Иран и Ливанская группировка Хизбалах. Доклад Нисмана, основанный на прослушках и разведанных и обнародованный после его смерти, содержит обвинения в адрес Киршнер, которая дипломатическими средствами обеспечила безнаказанность террористов, преследуя коммерческие, политические и геополитические цели. В обмен на это, как утверждал прокурор, Аргентина получила иранскую нефть и оружие.